Мускулы становятся более эффективными. Эта сторона показывает нам эффективность, а это число. Объем, количество мускулов это ли. Количество, объем, внутренней поддержки. Называется джин. Ну что ж, основную идею, да я думаю вы уже увидели, байджин вот в одном направлении, нейджин в другом. Посмотрим, что такое джин. Попробую объяснить значение этого слова. Вот так пишется это слово по-китайски. Оно состоит из двух составляющих, двух слов. Ли. Мышечная сила. А это путь. Что это значит? Направление непосредственной мышечной силы по верному пути. Образуется фокус. Если есть фокус, то есть и разум. А если есть разум, то есть направление чи. То есть это внутренняя вещь, а это внешняя. Когда вы соединяете обе вещи, образуется джин. Если взять китайский словарь, описание джин это ли и чи. Чи энергия, ли это физическая энергия. То есть проявление чи через физическую энергию. Ли чи. Ли чи подчеркивает мышечную сторону. Но есть и чи ли. Посмотрим, что такое чи ли. Чи ли имеется в виду проявление чи в другую сторону. Когда мы сосредоточиваемся больше на чи, а не на ли. То есть мы видим, как понятие джин разделяется на две основные стороны. Неважно, о каком стиле китайских боевых искусств мы говорим. Всегда есть разделение на три категории. Есть три категории. Мышечная, мышечно-умственная и умственная. Эта сторона, это мышечная сторона, грубо говоря. Потому что мы видим использование как раз-таки мышц прежде всего. А концентрация не так важна, не так глубока. Мышечно-умственная, это баланс двух сторон. И, наконец, умственная. Обилие умственной концентрации. А вот проявление силы тела, оно не такое большое. Мой учитель говорил, что мышечная сторона, она похожа на посох. Мышечно-умственная на бамбук. Умственная сторона, она похожа на хлыст. И затем он продемонстрировал, что имел в виду. Когда мы тренировались на мешках с песком, мы тренировали на них удары. Мы использовали мешки с песком, и песок внутри мешка становится очень плотным, сбитым. Он сказал, вот это мышечная сторона. И ударил мешок с песком. И мешок начал очень сильно раскачиваться. Это мышечное использование, джин. Удар был похож на столкновение с грузовиком. Затем он показал проявление мышечно-умственной стороны джин. Он расслабился, вдохнул, выдохнул. Почувствовал чьи, напрягся и нанес удар. Удар был вот такой. И было видно, как мешок с песком после удара он вот так вот отскочил. Физически не так эффектно. Однако во втором ударе проникающая сила была большей. Удар был не по поверхности. Он проникал внутрь мешка с песком. И, наконец, он продемонстрировал умственную сторону джин, похожую на кнот. Видели когда-нибудь удар кнотом? Он ударил в третий раз. Ударил мешок с песком, и рука отскочила обратно после удара. Мешок начал колебаться, дрожать, и вдруг перестал. Очень сильный проникающий удар. То есть видно, что чисто физически первая сторона джин, первое проявление джин, оно впечатляет. Но это слишком поверхностная сила. При умственном, при использовании умственной стороны, сила проникающая. Просто потому, что фокус более глубокий и более направленный. Мы ударяем по самой болевой точке, по самой болезненной точке. Ключевое место. Это огромная разница. Тут мы бьем по участку, а в другом случае бьем по точке. Когда вы бьете по точке, когда вы сфокусированы, вы очень эффективно используете силу. В теле 108 точек, 36 из них жизненно важны. Нам не обязательно ударять именно в саму точку, мы можем ударить в область вокруг нее. И это может вызвать как раз таки потерю сознания, а не менее, даже смерть. В кантонийском это называется диммак. По-китайски дьянчу. Это точка более сфокусированного удара. Мы можем ударить по ней. В этом случае мы контролируем эффективность удара скоростью. То есть при ударе, которым используется фокус, очень важна скорость. Очень важен импульс. То есть скорость. Импульс при ударе и импульс при возвращении в руки. То есть быстрый динамичный удар в одном направлении и такое же быстрое динамичное возвращение руки в обратном. Быстро ударяем в одном направлении и быстро забираем руку. Вот пример. Я, например, бегу в этом направлении с одной скоростью. Но чтобы обратно вернуться с такой же скоростью, мне нужно оттолкнуться с силой в два раза больше для того, чтобы как раз таки вернуться с такой же скоростью в обратном направлении. То есть формула получается такой, 2MV. За счет такого подхода удар получается более проникающим, более смертоносным. При этом использование самого мускула не такое сильное. Мускулы не так сильно напрягаются, как при первом подходе. Это позволяет биться больше, дольше, эффективнее. Вы эффективнее используете как раз таки тот воздух, ту энергию Чи, которая есть в вашем теле. Из-за этого ваши удары схожи с ударами хлыста. Вы используете лишь те мускулы, которые необходимы для данного действия. Поэтому такая сторона джин и называется умственной. Типичная мускульная составляющая джин – это стиль боя, тигриный коготь. То есть точно так же, как тигры опираются на когти и клыки в своей битве. Бойцы в этом стиле опираются на мышечную силу. Далее мышечно-умственные подходы. Чингии. В этом подходе, подходе сбалансированном, сочетаются внешние и внутренние стороны. Разум начинает больше участвовать в управлении телом. Он становится важнее для боя. Удары более сфокусированные. Мастера сначала направляют прежде всего Чи, а уже потом напрягают мускулы. Такой стиль белый журавль. И, наконец, умственный стиль. Очень мягкий стиль, похожий на удары хвоста. Такой, как стиль тайцзи цюань. Стиль тайцзи цюань. Один из подвидов стиля тайцзи. Один из самых мягких. Этот стиль, стиль янг, является ответвлением стиля чен. То есть он вначале появился внутри стиля чен, но потом стал более уникальным, более неповторимым. Это стиль более мягкий, чем чен, более расслабленный. Он используется и для поддержания здоровья. То есть упор делается даже не столько на бой, сколько на поддержание здоровья тела. Есть и слабость этого стиля, есть его минус в том, что его очень долгое время игнорировали. Вот такими вот получаются данные стили, данные ситуации. В чем суть джин? Помните, мы говорили о принципах бодихармы. Потому что, как я говорил, бодихарма, он ввел в практике шаолиня внутреннюю сторону чи. За счет этого, тренировка цигун, направление цигун, оно стало внутренним. Основная идея в том, что разум направляет чи. И направляет в связи с этим действие. Разум это дельта Ви. Чи это И. И действие это сила, Пи. Помните, мы говорили о законе Ома. Дельта Ви равна I, R. Потому что сила Пи равна I в квадрате умножить на R. Нужно R отпустить. Если R уменьшается, И увеличивается. Если увеличивается дельта Ви, И тоже увеличивается. Мы используем эту форму для того, чтобы интерпретировать мышечное направление джинк. Что мы обычно делаем? При мышечном направлении мы вдыхаем, затем выдыхаем, напрягаясь. Когда мы напрягаемся, R означает напряженность. Мы не можем эффективно направлять чи в этой ситуации. Все из-за того, что R, то есть сопротивление, усиливается. Из-за этого I не может развиваться, не может увеличиваться. Все это формула мышечного направления. А вот в умственном направлении мы используем другой подход. Для нас важно усилить силу I, категорию I. Поэтому мы уменьшаем сопротивление для того, чтобы как раз таки I увеличилось. Это суть направления умственного, мягкого. А что если кто-то хочет и то, и другое? Мы расслабляемся, мы направляем чи по рукам, а затем в нужный момент используем выброс силы. То кратковременное напряжение. Таким вот образом, это мышечно-умственное направление. Мы направляем чи по рукам, а потом в определенный момент напрягаем руки. Когда мы напрягаемся, R сопротивление увеличивается. И мы регулируем эту характеристику. Расслабляемся и напрягаемся. Так какой же подход наилучший? Может возникнуть такой вопрос. Кажется, что мышечно-умственный это наилучший, не правда ли? Но на практике нет. Почему? Не забывайте одну вещь. Разум. Мы не можем добиться такого фокуса разума, как могли бы в умственном подходе. Чем более мы расслаблены, тем более мы можем сконцентрироваться. Вот область, на которой мы можем сконцентрироваться, в мышечном подходе. Вот это мышечно-умственный подход. А вот это умственный. Чем меньше область, тем больше фокус. Большая расслабленность, большая выносливость, большие возможности. Мы можем дольше биться. Поэтому можно увидеть, что чем старше мастер, тем мягче его техника битвы. Но не нужно думать, что они слабы. Нет, каждый их удар, это удар, способный убить. Просто они не напрягаются. У них нет огромной физической силы. Поэтому силу они экономят, расходуют умеренно. Потому что сегодня, знаете, точно так же, как и в прежние древние времена, мастеров убивают ради славы. То есть в древние времена очень часто бывало так, что когда студенты становились сильны и опытны, они бросали вызов своим мастерам, своим учителям. Сегодня, если вы меня вызовете на дуэль, прошу прощения, но я вас просто застрелю. Сегодня правила уже поменялись. Ну так, кроме шуток, думаю, вы усвоили основную идею. Как видите, есть три основных стиля, способа проявления силы. При мускульном мышечном подходе вы напрягаете кулак при ударе. В умственно-мышечном вы тоже, например, напрягаете рог, напрягаете кулак. Но уже таким образом, такая форма кулака, такая. Но когда вы используете вот такой вид удара, пальцы – это как раз-таки проявление умственного, мягкого стиля. Вот, например, такой тип удара, такой тип формирования пальца типичен для мягких стилей. Форма, которую мы используем, зависит от того, по какой области мы ударяем. Например, по виску мы можем использовать вот такие вот формы кулака. Если ударяем по горлу, то можем использовать вот все четыре пальца, костяшки всех четырех пальцев. То есть, все зависит от той области, по которой мы ударяем. Дам вам пару способов развития как раз-таки практики джин. Первое, что вам нужно научиться, это направлять чи к кулаку. Вы можете направить чи к руке и нанести удар таким образом. Это стиль мышечный. Мышечно-умственный стиль. Вы используете дыхание. Вы стараетесь ощутить покалывание в руке. Запоминаете звуки. Звук хан – вы полностью проявляете энергию. Есть звуки из двух частей. Вдох. Направляете чи к позвоночнику. И вы выдыхаете и проявляете силу. От этого зависит то, как вы будете наносить удар. Полностью вкладывать всю энергию в него или же что-то сохранять, что-то оставлять. В этом случае звуки будут разными. При практике вам нужно научиться координировать выдох с животом, с тазом, с большой циркуляцией. Скажем, вы практикуете мышечное направление. Вы вдыхаете и выдыхаете. Вы чувствуете, как все ваши мышцы напряжены. И что поток чи сокращен из-за того, что мышцы напряжены. Потом пробуйте мышечно-умственное направление. Вдох, выдох. Когда почувствуете покалывание, тогда напрягайтесь. Вы можете выдохнуть либо вот так, либо так. Это умственно-мышечное направление. При мягком умственном стиле вы вдыхаете, выдыхаете. Рука сразу отскакивает назад. Это более точечный, проникающий удар. Данная практика, данная тренировка без цели. Нужно постараться создать цель. При этом это не обязательно цель в традиционном понимании. Можете использовать землю, например, во время медитации. Вот такую практику мы проводим в нашем центре рано сразу после медитации. Мы используем землю как сопротивление, как цель. Земля твердая, так вы можете практиковаться в мышечно-умственном направлении. Вы можете почувствовать, как сил возвращается к вам, как она отскакивает обратно. Вы можете использовать колени для амортизации, для того, чтобы почувствовать циркуляцию силы, ее отскок, ее возвращение. Разместите руки, например, вот так. Вдохните и направьте Чи по Датсуэй. Выдохните. Почувствуйте Чи. Почувствуйте, как Чи выходит. И при выдохе надавите на землю. Хорошо? Обычно мы протекуемся 6-10 раз. В этом случае используйте звук Ху. И задержите в себе, оставьте себе какую-то толику энергии. Потом попробуйте звук Ха. Вдохните и затем Ха. Вот таким вот образом. То же самое и в примере номер 3. Использование коленей. Тут мы практикуем технику мягкого Чин. Вдыхайте и затем выдыхайте. Вдыхайте. Если вы хотите научиться проявлять силу сильнее, больше, вдыхайте. И выдыхайте. Нажимайте на колени. Вам важно почувствовать большую циркуляцию Чи. Так вы сможете чувствовать и использовать эту циркуляцию, даже если, например, говорите. Просто в силу привычки. Плюс новичкам легче так учиться и практиковаться, потому что вы используете лишь тело выше пояса. Вы не используете ног, не используете опору. Потом, когда вы освоите эту технику, вы уже будете тренировать свои удары, используя опору, используя ноги. Но в этом случае нужно использовать либо грушу, либо мешок с песком. Вот давайте посмотрим на примеры такой практики с использованием ног и опоры. Это лишь несколько примеров того, как можно проявлять силу, показывать ее. Помните, нужно использовать разум для того, чтобы направлять Чи по Датсуэй. Потом вы выдыхаете и проявляете силу. Когда Чи появляется в руках, вы эту энергию проявляете, сконцентрируйтесь, расслабьтесь, вдохните и выдохните. Направляйте Чи по рукам, пока не почувствуете покалывание. Затем сфокусируйтесь и проявите энергию. Все это очень сильно изменит то, как вы наносите удары. Это как рубка дерева. Если рубить бревно, рубить дерево без концентрации, то можно рубить его очень долго, без какого-либо эффекта. А при концентрации, при фокусе, хватит одного удара. Расскажу о последнем применении Чи. О последней популярной практике. Правда, она была популярна 50 лет тому назад. Сегодня она не настолько известна, как когда-то. Это тренировка железная рубашка, Iron Shirt, либо же защита золотого звонка, Ки Бу Шай и Джин Джонг Зан. При тренировке железной рубашки вы тренируете все тело, за исключением глаз и паха. Эти две области остаются крайне важны и уязвимы. А вот при технике защиты золотого звонка, это другое название, в этом случае вы можете выдержать даже удар по вашей мошонке. Единственным уязвимым местом остаются глаза. Но опять же, за последние 50 лет я не видел людей, которые бы владели этой техникой. Я не знаю, каких успехов могут или не могут достичь люди сегодня, сейчас, в наше время. Однако в прежние времена мастера активно практиковали эту технику. Что в ней развивается? Что в ней тренируется? Вы стараетесь развить Чи для защиты вашего тела. Есть две техники для того, чтобы развить Чи в этом направлении. Это путь Шаолиня, извне, внутрь, и наоборот, изнутри, наружу. Путь Шаолиня, извне, внутрь. В этом случае энергия рассеивается для того, чтобы энергия могла служить щитом против ударов снаружи, извне. Три внутренние техники укрепляются прежде всего нервы, так чтобы они могли легко выдержать удар. При наружном подходе вы как бы стараетесь сделать свою кожу похожей на кожу носорога. Кожа настолько сильная, что люди не могут проникнуть сквозь эту кожу. Это внешний подход. Для этого вам нужно стимулировать тело. Техника называется Пайта. Пай означает пучок бамбуковых ветвей. Из них делают веник, импровизированный веник, и бьют себя по телу для того, чтобы развить в себе сопротивление к боли, и развить свое тело, развить свою кожу. Другое направление внутреннее, точнее изнутри наружу. Техника называется Гара Вудон. При внешнем подходе вы превращаете свое тело и кожу в броню, которую нельзя пробить. При внутреннем подходе вы стараетесь превратить свое тело в волейбольный мячик. Ударяете по мячику, он отскакивает. Энергия отражается. Подход снаружи, внутрь, он проще. За три года можно добиться впечатляющих результатов, если практиковаться каждый день. Конечно, нужно найти верный подход. Нужно тренироваться умеренно, иначе высок риск внутренних травм. Я не рекомендую практиковаться без наставника, без мастера, который мог бы следить за вашим прогрессом. Иначе это будет очень рискованная практика. Ну и, конечно, сегодня тренировка железная рубашка, она не так актуальна, потому что, чего уж скрывать, железная рубашка не защитит вас от пули. И тренировка извне, внутрь, может вызвать проблемы со здоровьем, особенно если подходить с чрезмерным пылом. А вот другое направление, из-за внутри, наружу, оно начинается с тренировки, прежде всего, дяньчаня. И затем уже чи, оно начинает окутывать мышцы, мускулы, так, чтобы удары от них отражались. Это уже другой принцип, другой эффект. В этом случае энергия не рассеивается, как в подходе Шаолине. И это более здоровый подход, более безопасный подход. Основанием служит идея бодихарми, о том, как использовать внутреннюю энергию. В итоге, эта философия вылилась в тренировку железной рубашки, в практику железной рубашки. Вы начинаете развивать свое тело изнутри, и затем уже учитесь внешнему проявлению. Я постараюсь объяснить вам основы этой техники, чтобы вы понимали основные принципы. Постараюсь объяснить и внутренний, и внешний подход в своем сочетании. Поговорим сначала о подготовке дантянья. Вам нужно подготовить эту часть вашего тела. Неважно, внешне вы используете подход или внутренний. Так, чтобы при ударе вы могли сразу же напрягаться. Меня кто-то ударяет? Я сразу напрягаюсь. И использую это напряжение для того, чтобы отразить энергию. Нет, я использую чи, использую напряжение для того, чтобы отразить удар. В этом случае очень важен выбор верного момента. Как мы можем подготовить мышцы к этой практике? При подготовке вы можете использовать вот такой инструмент. Можете купить его в строительном магазине. Стоит он примерно 7 долларов, но очень дешевый. Что вы делаете? Вы себя легонько постукиваете таким вот образом. В предпрактике вдыхаете и выдыхаете. Чувствуете, как инструмент отражается от вас. Как эти пухи отражают цвет вашего тела. Вы почувствуете, как чей отражается, словно волейбольный мячик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...